Система образования Система образования Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в условиях специально-коррекционных образовательных учреждений, где созданы необходимые условия и для обучения, и воспитания, реабилитации, социальной адаптации. Но есть дети, которые находятся на домашнем обучении. Да, они прикреплены к школе, но, к сожалению, посещать из-за состояния здоровья чаще всего школу не могут. И находясь большую часть времени дома, ребенок постепенно утрачивает или уменьшается его шанс адаптироваться к жизни в обычной социальной среде. Позднее такие дети сталкиваются с проблемами освоения социального опыта, имеют нарушение процесса социальных взаимодействий. Высокие темпы развития компьютерных технологий и внедрения в образовательный процесс способствуют решению данной проблемы. И действительно, использование современных информационно-коммуникационных средств позволяет ребенку с ограниченными физическими возможностями найти оптимальный для себя способ получения образования в индивидуальном режиме, независимо от времени и места. А также получить возможность общения с другими людьми, адаптироваться и принять участие в жизни общества. Дистанционное обучение – это одна из форм получения качественного и доступного образования для детей, в том числе и с тяжелыми нарушениями образований. И по дистанционным обучениям понимается особая форма обучения, которая имеет место в случае территориальной удаленности обучающегося от педагога и при наличии особых технических средств. С 2009 года в Свердловской области функционирует школа дистанционного образования, мы ее совершенно называем ШДО. В Центре Ресурс, которая осуществляет обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. И на сегодняшний день в нашей школе обучается 520 детей-инвалидов совершенно с разными заболеваниями и нарушениями опорно-бедренного аппарата, большинство из которых имеют детский церебральный паралич, и ребята с ментальными нарушениями, и с утромом Дауна в том числе. На период обучения за счет средств федерального и областного бюджетов семьи таких детей обеспечиваются доступом к сети интернет, комплектами оборудования, в которые входит компьютерная техника, цифровое учебное оборудование, оргтехника, программное обеспечение, адаптированные с учетом специфики нарушения развития детей. Дистанционная форма обучения является дополнительной. Мы не выдаем аттестаты. Мы дополняем образование в основной школе. В соответствии с программой школы дистанционного образования ученики, помимо предметов основных, математика, русский язык, технологии, совершенно разных общеобразовательных предметов, мы предлагаем курс «Физическая культура». Наши уроки «Физическая культура» являются инновацией в системе дистанционного образования. Мы первые в Свердловской области и, наверное, пока единственные, несколько человек, кто работает, именно занимается физической культурой в нашей школе, проводят их. Дистанционные уроки «Физическая культура» отличаются от традиционных. И отличие заключается в содержании программного материала, способе передачи информации и форме проведения уроков. Основная цель внедрения курса «Физическая культура» в систему дистанционного образования – способствовать оптимальному физическому развитию ребенка, формированию устойчивых мотивов и потребностей, бережном отношении к своему здоровью. Задачами курса являются способствовать укреплению здоровья учащихся, повышению функциональных возможностей организма, обогащение двигательного опыта физическими уроками общеразвивающей и корригирующей направленности, обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки и релаксации, освоение знаний о физической культуре, спорте, адвокализме человека, об основных компонентах здорового образа жизни, благоприятных и неблагоприятных факторах окружающей среды, формирование готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье, формирование болевых качеств личности. Обучение осуществляется индивидуально, с использованием программы Skype и обязательным наличием видеокамеры. Благодаря этому учитель и ученик имеют возможность видеть и слышать друг друга в режиме реального времени. На уроках присутствуют родители, которые осуществляют необходимую помощь ребенку, техническую и коррекционную. Помощь заключается и в подготовке рабочего места, там где ребенок будет выполнять упражнения, и также в удобном расположении видеокамеры. Потому что это очень важный аспект, как располагает видеокамеру и учитель, и ребенок, чтобы был виден тот ракурс, который необходим при выполнении того или иного задания. И также, благодаря особым функциям программы Skype, учитель и ученик имеют возможность передоставить свой экран и решить возникающие технические вопросы, которые тоже, в принципе, неизбежны. Настройка звука, камеры и другие. Так как на первых парах не все родители и учащиеся могут самостоятельно справиться с некоторыми проблемами технического характера. Организуя дистанционные уроки физической культуры, учитель сначала устанавливает контакт с учеником и его родителями. Беседуя он собирает информацию об индивидуальных особенностях ребенка, его интересах, увлечениях, образе жизни, насколько ребенок активен и адаптирован в домашних условиях, имеет ли возможность заниматься физическими упражнениями. Педагог также интересуется, каким образом родители организуют двигательный режим ученика и какие рекомендации вращения необходимо учитывать. Для каждого ребенка составляется рабочая программа и индивидуальный календарный тематический план с учетом его возрастных индивидуальных особенностей и возможностей. Для коллекции различных нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья используется многообразие физических упражнений и методических приемов, конечно, те, которые возможны дистанционно. Ребята изучают и выполняют доступные физические упражнения различной направленности, комплексы утренней гимнастики, специальные комплексы упражнений для различных групп мышц, упражнения игры на развитие мелкомоторики, координации движения, развитие дыхательной функции. Одним из самых больших преимуществ наших уроков физической культуры состоит в том, что ребенок не находится в статическом положении, как на других уроках, там русский язык, математика. Он не сидит в течение урока за компьютерным столом, а имеет возможность менять положение, так как физические упражнения проводим в различных исходных положениях. И сидя на стуле, либо на коляске, стоя на ногах, на коленях, на четвереньках, лежа на спине, на животе, на боку, кто как может. Самое главное, не дать ребенку находиться в статике и позволить разгрузить позвоночник в течение урока. Дистанционные уроки физической культуры, конечно, это определенные трудности. Во-первых, учитель не имеет возможности тактильно воздействовать на ученика и оказывать ему непосредственную коррекционную помощь. И прямо вот с этим мы обращаемся к ребенку, говорим, вот ты находишься от меня за много сотен километров, к сожалению, я не могу поднять твою ручку, поставить правильно, поэтому будь добр, внимательно сам, посмотри, как нужно делать. Либо это... таким образом мы акцентируем внимание ребенка на его активном включении в действие. И, конечно, родителям отводится в этом большая роль. Они становятся активными участниками учебного процесса, особенно если ребенок имеет выраженные двигательные нарушения. Они оказывают непосредственную помощь и в правильном выполнении упражнений, обеспечивают соблюдение техники безопасности. В отдельных случаях является и проводником информации между учеником и учителем, потому что у нас учатся и ребятки, которые не могут просто говорить, и речевой у нас диалог не может состояться непосредственно с ребенком. Присутствие родителей, в том числе и желательно, и у тех ребятишек, которые, в принципе, могут самостоятельно заниматься, потому что в этом случае родители могут получить и консультативную помощь, и рекомендации по организации занятий физической культурой в домашних условиях. Как я уже говорила, важна степень включенности ученика в урок. И от этого зависит эффективность дистанционных уроков физической культуры. Нужно обратить внимание у ребенка на собственные ощущения, которые нередко снижены из-за неврологических заболеваний. Также учим самоконтролю, учим умению анализировать выполнение упражнений как в собственных, так и при просмотре видеороликов. Если у нас получится включить видеоролик, например, ребенок имеет диагроспластический тетрапорез или эгрегину, и, как правило, у него нарушено переключение мышц с напряжением на расслабление. И ему очень трудно ощутить, правильно ли он выполняет шаг ощутить свои мышцы. Мы ребенку предлагаем просмотр, например, вот такой фрагмент видеоролика. Мы его можем просто остановить и обращаем внимание, насколько пора, чтобы сделать такое простое движение, как шаг, казалось бы, простое. Какие мышцы участвуют в движении? Ребенок не только должен нас выслушать, мы должны включить и визуальные его возможности восприятия, и тактильные возможности. Ну, пусть это даже не столь показательно, но ребенок все равно включен и понимает, что мышцы разные работают во время ходьбы. Необходимо и тренировать разные группы мышц. Вот такая вот информация у нас предоставляется. Спасибо. В доступной форме учим ребенку устанавливать связи между физическими упражнениями и организмом человека. Анализировать качество выполнения, делая акцент на том, для чего ребенок выполняет то или иное упражнение, что развивается, если его выполнять правильно. Активно используем в процессе урока и музыкальное сопровождение от детских песенок до спортивных маршев и при выполнении разминки, и до музыки для релаксации. Все это зависит от уровня развития ребенка и его личных интересов и музыкальных восприятий. А также используем то спортивное оборудование, которое есть у ребенка. Мы обязательно в начале встречи, перед началом обучения именно физической культуры узнаем, что есть в арсенале у родителей. Или у них есть фейсбольный мяч. Обязательно просим приобрести гимнастическую палочку, массажные мячи. И по возможности мы включаем их оборудование спортивное в наши уроки. На уроках физической культуры расширяется и познавательный кругозор учащихся. Дети изучают организм человека, получают знания о здоровом образе жизни, развитии спорта, олимпийского движения, о российских спортсменах, олимпийцах, параолимпийцах и другую информацию. И подача такой информации проводится в виде бесед, просмотра, обсуждения презентации, видеороликов, выполнения творческих заданий, интерактивных игр. То есть тех возможностей, которые мы имеем для работы с ребенком, находящимся от нас очень и очень удаленно. Также мы сами создаем, записываем видеоролики с упражнениями, музыкальными дискультминутками. Причем детям это ужасно нравится, что не какой-то там тетенька и дяденька в интернете показывает все эти упражнения. Да, вот непосредственно учитель, он повторяет за ним. И такие видеоролики мы можем им переслать и для домашнего пользования, чтобы они могли включить его и использовать в качестве дискультминуток. Дистанционный урок должен быть построен таким образом, чтобы ребенок прежде всего имел желание учиться дистанционно, был смотивирован на достижение значимой для него цели и получал удовольствие от достигнутых результатов. Пусть они маленькие, пусть они небольшие, но они есть. И мы очень эмоционально можем представить это или сказать, что ты выполнил сегодня упражнение так, как никто у нас сегодня не выполнял его. Пусть он даже его не выполнил хорошо, но тем не менее. После выступления моей коллеги мы представим вам элементы, фрагменты вот такого дистанционного урока, потому что говорить хорошо, но лучше хотя бы немножко это увидеть и прокомментировать. А сейчас я слово предоставляю Светлане Николаевне Хомовой. Она продолжит рассказ о том, как мы организуем физическое воспитание. Хорошо, что вы. Добрый день, уважаемые коллеги. Использовать достижение компьютерных технологий можно не только для проведения индивидуальных дистанционных уроков, но и для проведения внеурочных мероприятий. Одно из таких предметные лабораторные познания, в которых могут принять участие одновременно десятки учеников и педагогов. Лаборатория познания проводится в режиме видеоконференции, в которой можно увидеть выступления ведущих, посмотреть материалы, презентации, общаться и задавать вопросы. В рамках предмета «Физическая культура» были проведены два неурочных мероприятия. Это «Звездные встречи» и «Академия спорта». Лаборатория познания «Звездные встречи» была посвящена паралимпийским играм в Сочи и приурочена к празднованию Дня космонавтики. Название «Звездные встречи» стало символичным. Учащиеся смогли закрепить свои знания о звездах, как о небесных телах, а также познакомиться с звездными людьми, которые имеют большие достижения. Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алена Кахман была таким гостем. Ребята имели возможность пообщаться с чемпионкой и задать свои вопросы, а также выполнить разминку, которую провела Алена. Другая наша звездочка – это Ксения Каминская. Она является ученицей школы дистанционного образования. Она поучаствовала в конкурсе «Я лидер» и выиграла его, чем была награждена поездкой в Сочи на паралимпийские игры. Интерес к спорту и активному здоровому образу жизни поддерживается через форум «Спортивная площадка», расположенную на сайте нашей школы. Там можно найти разнообразную интересную информацию, видеоролики и рассказы о спортсменах, рассказы об олимпийских видах спорта, истории олимпийских игр, олимпийских талисманов. Свои работы учащиеся размещают в форуме, где все желающие могут познакомиться с их проектами, оставить свои комментарии. В школе дистанционного образования систематически проводятся спортивно-патриотические мероприятия. Дети приезжают на праздники со всей Свердловской области и с огромным удовольствием проявляют себя в различных физических состязаниях. Программа соревнований планируется и выстраивается с учетом особенностей здоровья каждого ребенка. Целеснообразно подбор физических упражнений. Этот подбор позволяет всесторонне развивать потенциальные возможности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Такие обычные упражнения, как отжимание, подтягивание, ходьба, бег, метание мяча, способствуют развитию силы, координации, развивая координационные способности, увеличивая двигательную физическую активность. Одно из таких мероприятий – Олимпийский день здоровья. Учащиеся познакомились с историей Олимпийских игр, с олимпийскими видами и попробовали свои силы в импровизированных этапах. Волейбол, баскетбол, футбол, городки, гимнастика, легкая атлетика, дартс, армрестлинг. Каждый ребенок поучаствовал, получил медаль и диплом личных достижений, в котором отражены результаты, полученные на этапах. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть фрагмент, видеоролик, где ребята участвуют в этом мероприятии. Россия, 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 Думаю, с тобой ярко, сарикой солнцем, загладив озерца, Молодые поля, и червых ладах нам всегда остается. Как и самостоятельно, так и с помощью родителей, с помощью педагогов. Выполняют различные положения, кто-то стоя, а кто-то и в положении сидя. Выполняют различные силы своей, но ждет нас Россия, Людмя и прощания, так матери любят своих сыновей. Эй, 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 Россия, мы дети твои, как Россия. То есть, при помощи педагогов, сидя, стоя, позволили возможности. Показывали свою физическую силу. Освоили элементы художественной гимнастики, метания мяча. Россия, мы дети твои, как Россия. Россия, мы дети твои, как Россия. Достольное объединение проявило себя в эстафете. 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 Ребята и взрослых ожидало много интересного. Праздничный концерт, выставка музея ВДВ, крылатая гвардия. А затем все ребята приняли участие в спортивно-исторической эстафете. Реализация проекта «Тепло души» – еще один проект нашей школы. Для социальной реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов средствами искусства, физической культуры и спорта в Центре ресурс разработан проект «Тепло души». Преоритетное направление, по которому заявлен проект – это социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимальной возможности развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество. Педагоги выезжают в отдаленные территории Свердловской области к своим учащимся, приготовив для них спортивно-развлекательную программу. Дети очень ждут такие мероприятия и с удовольствием встречают гостей. В заключении мы хотим сказать, что задача педагогов физической культуры нашей дистанционной школы – это способствовать социализации и развитию двигательной активности детей с ОВЗ, мотивации к организации подвижной деятельности, развитию познавательной сферы, способствовать формированию компьютерной грамотности, используя современные информационно-коммуникативные технологии. На этом все. Прошу прощения за голос.